Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Первый Need for Speed, конечно, стал вехой в жанре Появившись впервые в далеком 1994 году на приставке Panasonic 3DO Он мгновенно завоевал сердца публики Начало серии относится к тем временам, когда ты на игры смотрел как на какое-то чудо Игры только начинали, только пытались что-то симулировать Мы только-только отошли от 2D и пикселей И вот наставал как раз тот момент, когда наконец-то что-то начинало получаться Мы начинали переходить в 3D Все время он был в какой-то степени уникальной игрой И он задал, наверное, направление развития для всей серии Потому что лучшая часть Need for Speed Они представляли собой вариацию той самой игры в догонялке То есть, по сути говоря, развитием идей первой части И уже в 1994 году разработчикам удалось реализовать эти идеи лучше всех остальных Помнится в народе, его еще тогда в шутку называли четвертым тест-драйв Действительно, новое детище Electronic Arts подчистую было слизано с классического сериала от Ecolate Я до сих пор помню свое знакомство с первыми Need for Speed Это не дома, не у друзей Это было в то время, в стране появлялось очень-очень много клубов игровых Где можно было прийти и за денег, за время Нужно было за час платить и можно было поиграть на любой консоли И там была, собственно, консоль Panasonic 3DO О, господи, еще в памяти такое есть Ну, одна из первых консолей на дисках Там, соответственно, как раз вышел Need for Speed На самом деле, очень забавно, потому что Ну, тогда, ну, что такое Need for Speed? Это была вот новая игра, представьте, сейчас неожиданно выходит новая гонка А вы там привыкли в другой сериал играть, да? Для нас это был сериал Test Drive Test Drive, это вот там с 80-х была главная гоночная серия Там же как раз все началось с 2D, с пикселей и прочее Где нужно было ехать там километры по побережьям, в горы Уворачиваться там до встречных машин Пытаться не нарваться на полицию А если полиция гонится с тобой, там максимально долго пытаться от нее удирать И, собственно, главный пойнт был Многие километровые гонки с соперником на скорость То есть соперник он где-то там иногда промелькивал, ну, то есть мифически Но в целом вы ехали на очень гигантских расстояниях То есть был такой гигантский роуд 3 Там были тоже разные машины И, в общем-то, Test Drive все очень любили И, в общем-то, механика первого Need for Speed Она была очень-очень-очень похожа на Test Drive То есть, опять же, гоночки, да? Самый интересный режим — это где ты от точки А до точки Б, да? На много километров едешь с одним там соперником И попутно встречается полиция Ну, это было фактически то же самое, что в Test Drive Тогда еще дети были, называли Test Drive 3D, то есть эту игру Примечательно, что сам Test Drive 4 вышел лишь в 1997 году И уже не смог составить конкуренцию Need for Speed Последующие его части лишь закапывали серию глубже в могилу В первом Need for Speed было хорошо абсолютно все Великолепная по тем временам графика До сих пор во многом эталонный геймплей Интересные трассы и восемь экзотических красавиц в главной роли И машинки действительно начали стояться на машинке похоже Окружение стало похоже на настоящие там города какие-то И в ней были реально очень классные пейзажи Она была очень яркая, интересная Все машины, о которых тогда мог мечтать тинейджер В игре были как кольцевые гонки на специализированных треках Так и заезды от точки А до точки Б по оживленным улицам Полицейские прилагались Были очень простые правила, но при этом очень интересная физика То есть машины в то время уже кувыркались Чего, кстати, не было в последующих многих сериях Они там могли кувыркаться Там реально можно было таранить другие машины Интересно, можно было сбить с курса Саундтрек у игры также был великолепен В первом Need for Speed разработчики положили начало отличной традиции Которая продержалась вплоть до третьей игры Музыкальные треки наполовину состояли из электронных композиций И наполовину из очень мелодичного рока В нее был идеальный, отточенный, вылизанный стиль То есть там прекрасная музыка была, отличные заставки То есть это игра, которая тебя моментом влюбляла Ну и, конечно, прорыв это был во всем В графике, в деймплее В том, как, в общем, должна, наверное, выглядеть игра про машинки Но, наверное, самое впечатляющее в игре Что до сих пор заставляет изредка запускать ее Подробная энциклопедия по каждой из машин Lamborghini Diablo, 512 Ferrari, Dodge Viper, Porsche 911, Mazda RX-7, Toyota Supra, Acura NSX и Chevrolet Corvette Обо всех них в игре имелась детальная информация, профессиональные фотографии Но, самое главное, специально отснятые видеоролики По меркам того времени монтаж и спецэффекты в них были просто шикарными Люди сейчас не могут понять, как могли удивлять такие вещи, как энциклопедия С фотографиями и видеороликом в игре, да, про машинки в те времена Только появился CD-диск и такие, опа, разработчики Конечно, мы можем впихнуть туда 10 минут видео в разрешение 320 на 200 Ну, потому что, на самом деле, технологии сжатия тогда не были продвинуты Компьютеры и консоли не могли тратить много сил на расшифровку сжатых данных Поэтому, в общем, видео было в очень низком качестве и занимало много места Но я его так и не увидел, потому что в той версии, в которую играл я Это живое видео было вырезано в угоду экономии места на диске И в том городе, где я родился, купить что-то другое, наверное, в свободной продаже было фактически невозможно Но при этом оно было и доставляло какую-то феерию, просто эмоции То есть видеть там, реально, живые любимые машинки Вайпер 911, там, ламборгини Диабло, всячески тогда обожаемую Ну, это реально было такое чисто искреннее пацанское счастье Еще первый Need for Speed запомнился совместной пиар-компанией с известнейшим журналом Road & Track Вообще, первоначальное название игры звучало так Road & Track представляет The Need for Speed Журнал всем рекомендовал купить игру, а игра рекламировала журнал Последний раз в редакции запускали первый Need for Speed, а сразу после выхода Hot Pursuit 2 Забыв про устаревшую графику, мы прорубились в него несколько часов подряд Это действительно классика жанра, ни больше, ни меньше Первый Need for Speed, на самом деле, очень реально круто и интересно сделан именно внутри, в самом геймплей Я в него переигрывал в последний раз, наверное, в году 2004-м И прошло реально тогда на тот момент 10 лет И мы просто в редакции сели и начали в него играть И играли весь вечер То есть, да, графика была ужасная и прочее Но геймплей в ней, вот если сейчас даже взять всю серию Он один из лучших Потому что там один из самых правильных кетчапов Когда ты там сильно отстаешь от противника Потом ты его спустя какое-то время догоняешь Там очень длинные трассы из точки А в точки Б, где далеко не всегда обязательно тебе надо в каждый поворот вылизывать, запоминать и прочее Когда тебе просто можно ехать на скорости большой вдоль прекрасного пейзажа Первый Need for Speed – это игра, в которой было всего лишь 7 машин и меньше десятка трасс Но в которую мы играли тем не менее месяцами Все потому, что там был сплитскрин Ну и наконец там была полиция, грозная и беспощадная Когда она тебя арестовывала, показывали ролик Спустя год игра перебралась на PC А в марте 96-го на PlayStation и Sega Saturn В том же году была выпущена обновленная версия Need for Speed Special Edition Которая содержала новые заставочные ролики Теперь их было 3 Трассы, а также поддержку сетевой игры до 8 человек Публика полюбила Need for Speed и с нетерпением ждала продолжения Конечно, за годы игра очень сильно эволюционировала На самом деле, со временем Need for Speed очень много, очень-очень много от этого всего потерял Ту же энциклопедию, стиль во многом, да, пришлось заново переизобретать От такой вот романтики к автомобилям Все пришло к такой агрессивной, стильной гламуре Но независимо от всего, первый Need for Speed, он вот в сердце, он навсегда Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Картинку из передачи Top Gear Субтитры создавал DimaTorzok Need for Speed свою новую раллийную игру V-Rally. Под флагом Need for Speed вышли две части, но идея не понравилась фанатам сериала, и третья раллийная игра появилась уже без трех гипнотических слов в названии. Поклонники Need for Speed эти игры за Need for Speed, естественно, не считают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третья часть Need for Speed появилась осенью 98-го года. Ожидаемый игроками с не очень большим энтузиазмом, ход Pursuit оказался настоящим шедевром. Геймплей полный драйва и адреналина. Шикарные трассы, запоминающийся саундтрек, отличная аркадная физика. В эту игру играли не ради того, чтобы доехать до финиша. В нее играли ради самого процесса. Я до сих пор считаю, что это самый-самый лучший Need for Speed в истории. Его просто в моем личном топе до сих пор еще никто не переплюнул, потому что это единственный Need for Speed, в который я играл в два года. Два года. Вы только задумайтесь. Вы хоть в одну гонку два года играли, а вот я в Need for Speed 3 реально играл в два года, причем довольно часто. И постоянно с друзьями его вспоминали, включали. А все просто. Для своего времени в 1998 году она была прорывная во всем. Это была фантастическая графика. Я ей поращал кольцевые трассы, которые остались, да, как бы со второй части. То есть в игре по-прежнему не было спринта, да, то есть от точки А до точки В. Все было кольцевое, но это при том уровне игры, это не имело значения. Трассы остались кольцевыми, но зато на дорогу вернулась полиция. Появились кордоны на дорогах, шипы и переговоры в эфире, создающие неповторимую атмосферу преследований. В ней были очень простые правила. Гонишь по кругу, есть трафик и есть полиция. Главная революция заключалась в том, что полиция, она теперь мела уровня агрессивности. То есть сначала за тобой гналась одна машина, потом вторая, потом третья. Потом начинали ставить роутблоки, потом начинали ставить шипы. Это было и в последующих Need for Speed, да, и в том же Most Wanted. Но только в Need for Speed 3 это было действительно интересно. Там была такая физика, безусловно аркадная, но она была интересная. То есть когда тебя начинал бортовать полицейский автомобиль, ты всегда мог ответить. Ты мог его вдарить в бочину, ты мог притормозить, поддеть его сзади, машина начинала крутиться и оставалась далеко позади. То есть там были самые крутые погони в истории серии. Тебя могли брать в коробку, тебя могли просто три машины закладывать, но ты чисто за счет своего вождения мог все три машины просто кубарем завертеть и выехать победителем из этой ситуации. Это действительно был ход персует, это было горячее преследование, то есть это была масса адреналина, в котором ты был супергероем, супергонщиком, который удирает от плохих полицейских. Ни одна игра в серии Need for Speed больше ни разу не передавала таких ощущений. Здесь можно было в любой момент просто остановиться, развернуться, поехать назад по трассе и смотреть, как паникует полиция, которая за тобой гонится. То есть она начинала разворачиваться, там крутиться, что-то делать. Ну и до сих пор это действительно ожесточенное преследование, ожесточенная погоня. Название как нельзя передавало смысл. Хотя была игра, в которой разработчики достигли такого баланса, наверное, между сложностей и фаном, которые им не удавалось поймать еще много-много лет. Играть можно было и за полицию. Главным достоинством этого режима стала возможность ловить своих друзей в сетевой игре. Это первая игра серии, в которой можно было поиграть за полицию. И, конечно, никто из нас тогда же не представлял, что вообще где-нибудь в Германии или Италии действительно существуют скоростные полицейские патрули на Ламборгини или Порше. И поэтому, когда я видел все это в игре, это казалось чем-то нереальным, чем-то просто сошедшим с небес. То есть, когда можно было, не знаю, сесть в Ламборгини и Диабло с полицейским маячком и притереть в стенки Порше 911, последний на тот момент модели, это было чем-то фантастическим, особенно если этим Порше управлялось в твой друг, который сидел рядом перед визором, геймпадом и, в общем-то, тоже выражал все эмоции по поводу всего происходящего. Саундтрек состоял из приятного техно и очень мелодичного рока. Каждая композиция писалась под конкретную трассу и была динамической. То есть музыка путем хитрых алгоритмов подстраивалась под изображение и реагировала на изменения ситуации. У него был безупречный стиль, начиная от главного меню, заканчивая музыкальным сопровождением. То есть сейчас, ну, конечно, эта музыка кажется немножко простенькой, но, тем не менее, не знаю, у меня почему-то эти треки, они до сих пор в iPod'е. Я их довольно частичек слушаю в машине, опять же. Там была отличная как рок, так и электронная музыка. Пускай видно, что написано на компьютере простенькими способами, но, тем не менее, вот, опять же, она создала какую-то атмосферу и, возможно, из-за этой какой-то эмоциональной привязки. Я до сих пор ее слушаю. Это была чуть ли не первая гонка, в которой музыкальное сопровождение становилось полноценной частью игры. И музыка там чуть ли не впервые была интерактивной. Она менялась в зависимости от темпа гонки. Она менялась при авариях. То есть все это настолько усилило погружение в мир дорогих суперкаров, курортных серпантинов и уютных осенних пейзажей, что эта игра моментально стала лучшей в серии на тот момент. Бициклопедия осталась, но исчезли видеоролики из нее. Это было очень печально, да, то есть разработчики оставили такой привет небольшой вступительным роликам, в котором были все еще реальные съемки с реальными автомобилями. Но это было, конечно, недостаточно по сравнению с предыдущими играми. Это было больно. Но сама игра была настолько восхитительной, что она все это забывала. Игра была сделана на высочайшем техническом уровне. Графика оказалась фотореалистичной. Hot Pursuit полностью использовал возможности самого нового 3D-ускорителя от 3D-FX. Voodoo 2 поддерживал технологию EAX, а также эффекты обратной связи. В игре были просто шикарнейшие трассы, наверное, лучшие, опять же, в истории серии. Солнечные пейзажи, просто безумные, и горы. Чтобы вы понимали, когда она вышла, мы когда смотрели на эту игру, мы удивлялись тому, насколько желтая и качественная полоса на дороге, текстура. То есть тогда это действительно удивляло. То есть это действительно был прорыв. Она там требовала 3D-FX Voodoo 2 с 8 мегабайтами видеопамяти, что тогда было роскошью. По-моему, только на самом топовом Voodoo она включала вид из кабины, например. Там появлялись эффекты дыма, отражения. Тогда это, господи, тогда это был просто снос башки и, в общем, взрыв мозга. Hot Pursuit была одной из самых красивых гонок того времени. Не только, наверное, благодаря технологиям, но скорее благодаря работе дизайнера. Потому что трассы, то, как они выглядели, я помню, наверное, до сих пор. Все эти золотистые осенние леса, где сквозь ветки деревьев пробиваются лучи света или опавшие листва на асфальте. Вот все это, что стало фирменным стилем Need for Speed на многие годы вперед, оно появилось именно в Hot Pursuit. При всем своем внешнем лоске она ни в коем случае не была вычурной игрой. Hot Pursuit это была очень спокойная, если хотите, даже интеллигентная гонка, которая не качилась всем этим пафосом, который стал фирменной чертой серии после первого Underground. Need for Speed 3 стал настоящим культом. Это была первая автоаркада, вокруг которой развернулось народное творчество. Игроки во всем мире создавали свои автомобили для Hot Pursuit. И их были тысячи. Это невероятно продлило жизнь игре. Многие играли в третий Need for Speed и после выхода четвертой части. Конечно, была, наверное, первая игра, в которой я реально ставил модификации. Потому что для Need for Speed было миллион модификаций. Просто миллион. То есть это были сотни машин, куча трасс. То есть фанаты издевались как угодно. Они брали, растягивали трассы, чтобы можно было просто по прямой гнать несколько минут, например. Это, наверное, первая игра, для которой делали русские машины. То есть там можно было, не знаю, на ладах каких-нибудь гонять. Когда же, конечно, в России был сплошной пирастер. И вот на прилавках было просто сотни дисков с дополнениями к Need for Speed 3, то есть скачанных с интернета. Интернет уже у единиц был. Качать одну машинку весом в 2 мегабайт нужно было несколько часов. Тут там реально были сборники, которые ты покупал. Такой, вон, тысяча одна машина для Need for Speed 3. Такой, ес. Не вернулся уже эти времена, не вернулся. В целом, Need for Speed 3 эталон всего жанра. С ним окончилась эпоха старого Need for Speed и старый Electronic Arts. Как нам кажется, это последняя игра в серии, сделанная с душой и любовью. Это действительно была знаковая игра. Она взорвана в индустрию, взорвана умы игроков. Это лучший Need for Speed в истории. Наверное, после Hot Perseed настолько взорвать умы, да, и поработить миллионы получилось только у Need for Speed Underground. На этом всё. Продолжение смотрите в будущих выпусках Видеомани. Субтитры создавал DimaTorzok